Объединение не будет. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Александр Цибульский опроверг слухи об объединении округа и Архангельской области. Гарантированное трудоустройство. 8 предприятий округа подписали трехстороннее соглашение с Ненецким профессиональным училищем и студентами. Подлежит сносу или требует ремонта. На Ринмаре продолжается обследование многоквартирных жилых домов для определения их износа. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. Александр Цибульский опроверг слухи об объединении Ненецкого округа с Архангельской областью. Об этом исполняющий обязанности губернатор НАО сообщил в интервью телеканалу «Россия-24». Кроме того, Александр Цибульский рассказал о перспективах развития региона, кадровой политики и многом другом. Развитие транспортной инфраструктуры и пополнение воздушного парка авиапредприятия. Проблемы долгостроев в регионе и благоустройство городской среды. Эти проблемы и задачи Александр Цибульский назвал в числе приоритетных, требующих немедленного вмешательства. Первое – это, конечно, есть проблемы долгостроев. Есть порядка 15 объектов, в которые были вложены приличные государственные деньги. И они на сегодняшний день не завершены и стоят в таком вот полузаконченном состоянии. С ними надо принимать решения, либо их достраивать, либо пересматривать их функциональную принадлежность. В основном это объекты социальной инфраструктуры. В округе очевидная нехватка таких объектов. Поэтому сейчас, мне кажется, надо проанализировать, что с ними происходит, и принять решение либо по их достройке, либо по их перепрофилированию. Максимально сосредоточиться, построить и ввести в эксплуатацию три остальные очереди дороги Наринма-Русинск. Эту задачу Александр Цибульский видит одной из основных в своей работе. Находясь в Наринмаре чуть больше суток, исполняющий обязанности губернатора отметил не самое хорошее качество дорог и плачевное состояние газонов. Этим нужно заняться, отметил Цибульский. В ходе интервью затронули и одну из самых волнующих жителей региона тем – объединение с Архангельской областью. Этот вопрос очень волнует всех жителей. Я могу официально сказать, что мне такой задачи, когда президент назначал меня исполняющими обязанностями, не ставилось. И никто из моих руководителей в Москве такую задачу передо мной не ставил. Конечно, главное, что предстоит решить новому губернатору – это проблема специфической структуры экономики. Не секрет, что 90% доходов бюджета связаны с нефтью. Диверсификация экономики жизненно необходима Неницкому округу, отметил Александр Цибульский. Бытность свою замминистра экономического развития занимался проектом развития моногородов, был к нему тоже причастен. Так вот, здесь в определенной степени монорегион. И монозависимость, она всегда очень опасна, потому что в хорошие конъюнктурные времена это твое конкурентное преимущество, которое, правда, тоже заставляет тебя меньше работать, потому что у тебя слишком все хорошо становится. А если вдруг меняются макроэкономические и внешние условия, то это становится катастрофой, потому что тебе нечем заместить те доходы, которые были. И баня цены на нефть и сразу... Конечно, они крайне чувствительны для региона. Регион, конечно, просто впрямую зависит от цены на нефть и даже еще на цену на курс доллара, потому что часть доходов исчисляется по соглашению разделе продукции в долларах. Это первое, поэтому крайне важно диверсифицировать и привносить новые отрасли, новые сектора экономики. Надо нацелиться на развитие малого и среднего бизнеса, что здесь тоже будет не очень просто, понимая те количественные ограничения людей, которые есть. Здесь просто живет немного людей, поэтому нету достаточно внутреннего рынка для полноценного развития малого и среднего предпринимательства. Но, тем не менее, мы будем смотреть и стараться сейчас нащупать те направления, которые могли бы быть оптимальны для развития такого непростого и специфического региона. Особое внимание Александр Цибульский уделит теме освоения арктического шельфа. По мнению исполняющего обязанности губернатора, Ненецкий округ имеет большие перспективы в качестве одной из опорных зон Арктики. Что касается кадровой политики, Александр Цибульский отметил профессионализм команды прежнего губернатора и выразил намерение продолжать работу, не предпринимая скоропалительных и эмоциональных кадровых решений. Я не сторонник и не хотел бы принимать кадровые решения, которые были бы не связаны с оценкой профессионализма тех людей, которые находятся в своих местах. Поэтому, конечно, я бы исходил из того, что надо максимальный костяк сохранить из тех людей, которые сегодня работают на своих местах, если они готовы продолжать работу, если наше видение цели, ради которых мы это делаем, совпадет. Но если будет необходимость усилить нашу команду людьми из других регионов или из Москвы, имеющих также опыт работы в федеральном правительстве или в каких-нибудь других направлениях, то мы обязательно это сделаем. Но будем всегда всей командой принимать решения взвешенно и посоветовавшись. В качестве напутствия теперь уже своей команде Александр Цибульский отметил, что привык к высокому темпу работы и выразил надежду, что все коллеги смогут его разделить. Кадровое планирование на ближайшую перспективу. Восемь предприятий округа подписали трехстороннее соглашение со студентами и руководством Нинецкого профессионального училища. В течение трех лет студенты будут получать образование по одной из самых востребованных в регионе специальностей – мастер по обслуживанию и ремонту инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. После получения диплома новоиспеченные специалисты получат рабочее место на этих предприятиях. Плотник, слесарь, сантехник, электрик. Востребованные на рынке труда специальности теперь можно получить и в Нарейнмаре. Причем бесплатно. 25 студентов Нинецкого профессионального училища подписывают трехстороннее соглашение о целевом обучении. Сторонами соглашения выступают Нинецкое профессиональное училище, восемь предприятий региона и студент. Согласно документу, студенты будут получать образование по специальности мастер по обслуживанию и ремонту инженерных систем ЖКХ. Расходы по обучению возьмут на себя администрация Нинецкого округа и предприятие. 80 и 20 процентов от стоимости обучения соответственно. Предприятие, в свою очередь, выступит работодателем. В процессе обучения оно возьмет студента на практику, а после успешного окончания училища предоставит рабочее место. Они не только будут оплачивать за них, они еще будут выстраивать линию компетенций с училищем. Почему? Потому что, предположим, Севержилкомсервис, и если им есть необходимость, у них свои котельные, и есть необходимость дать еще дополнительную компетенцию по обслуживанию котельных, значит, мы для этих ребят будем делать. И будем эти компетенции развивать и на учебных, и на производственных практиках, которые будут проходить непосредственно на производстве. Студент, проходя практику, уже будет знать, какую работу он будет выполнять, будучи сотрудником предприятия. Работодатель, в свою очередь, сможет корректировать знания и навыки студента под определенную должность. Таким образом, система целевого обучения позволяет подготовить компетентного специалиста для окружного рынка труда. Мероприятие, которое формирует так называемый новый умный рынок труда в регионе. На самом деле, ребята, которые сегодня подпишут соглашение, они большие счастливчики, потому что, по сути, вы уже знаете, где вы будете работать, вы знаете условия этой работы, вы понимаете, что вы сможете там повысить уровень своего профессионализма и дальше пойти и строить новые планы на свою профессиональную жизнь. Получать актуальную профессию студенты будут на новом оборудовании, приобретенном на средства недропользователей. В ближайшее время оно поступит в Ненецкое профессиональное училище. Валентина Чибичик, Антон Водряков, Телеканал «Север». Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Александр Цибульский посетил сокровищницу истории – Ненецкий краеведческий музей. Он ознакомился сразу с несколькими экспозициями, которые наиболее ярко отражают жизнь региона. Как отметил глава региона, краеведческий музей – один из самых важных объектов, которые он счел необходимым посетить по прибытии в округ. Это Богоевенский храм, уменьшенная на гороскопере. Странный был на рубеже 690-х тысячных народов. Весь округ как на ладони. Заведующий отделом истории и археологии Алексей Каратаев проводит экскурсию для временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского. Историческое путешествие начинается с этнографического комплекса, который рассказывает о культуре народов, проживающих на территории региона. Алексей Каратаев подробно останавливается на комплексе, который посвящен культуре и быту ненцев. Помимо культуры ненецкого народа, Александр Цибульский успел заглянуть в гости и к животным обитателям нашего края. Экспозиция зала природы, которая рассказывает о многообразии растительного и животного мира от арктического побережья до северной тайги, вызвала у него особый интерес. Здесь обитатели водных пространств. Обратите внимание, на заднем плане, отшелись кита. Ну, крафт является, скажем так, принесенным видом извне. Показали Александру Цибульскому и недавно обновленную экспозицию «Богатство земли Ненецкой», которая знакомит с историей геологоразведки и нефтедобычи в регионе, начиная с исследования геолога Георгия Чернова и заканчивая обзором компании «Недропользователь», которая в настоящее время работает на территории Ненецкого округа. Кстати, на ней Александр Витальевич смог увидеть и личные вещи первооткрывателей «Черного золота». В общем, путешествием в истории временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа остался доволен. Вы знаете, мне вообще вся экспозиция очень понравилась. Даже вот так выделить что-то сложно. Вообще очень качественно сделанный музей, хорошая подборка документов и в хронологическом порядке действительно понятно все, как развивалось. Это, наверное, не первый объект, который я посещаю, но тем не менее, наверное, один из самых важных. Потому что для того, чтобы работать в округе, мне кажется, очень важно понимать, чувствовать его историю. Кстати, с историей Ненецкого округа Александр Цибульский связан с самого рождения. Дело в том, что он родился 15 июля, в день образования округа. В Коми открыли участок Малая Пера и райоль межрегиональной дороги Сыктывкар-Наринмар. Об этом сообщает информационное агентство Комиинформ. Непосредственно к работам по замене старой дорожной одежды на новую дорожники приступили в мае, когда закончилось распутиться. Весь объем работ закончили за 4 месяца, раньше срока на 10 месяцев. И это несмотря на то, что в июне у рабочих возникли сложности из-за размытия дороги. Строители работали без перекрытия дороги. Движение продолжалось по одной из полос, в то время как другую восстанавливали. Если до ремонта легковой транспорт не мог проехать по этому участку, то теперь сложностей с этим не возникнет. Кроме того, дорога должна долго прослужить. Под щебеночное основание уложена сетка для армирования, которая предупреждает появление трещин. А верхний слой дороги выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который давно себя зарекомендовал. Для Коми строительство дороги Сыктывкар-Наринмар является стратегически важным. Ввод в эксплуатацию участков Малая Пера и Райоль и Райоль-Каджиром соединит столицу региона с населенными пунктами Печорского района, обеспечит круглогодично устойчивое автомобильное сообщение с 11 муниципалитетами республики. Отреагировали на обращения жильцов. Специалисты управления городского хозяйства обследовали четыре многоквартирных жилых дома, жильцы которых обратились в учреждения с просьбой определить степень износа строений. Накануне были осмотрены дома по улице Южной 43Б, Ленина 53 и Заводская 9Б. Сегодня состоялось обследование дома номер 18 по улице Южная. 12-квартирный деревянный дом по улице Южная 18 был введен в эксплуатацию в 1976 году. Как сообщается на сайте фонда содействию реформирования ЖКХ Нинецкого округа, в 2009 году в доме был проведен ремонт цокольного перекрытия, фундамента и крыши. В 2010 году заменена система отопления. Дом подключен к системе холодного водоснабжения, а все нечистоты стекают в выгребные ямы. И это одна из проблем, с которой сталкиваются жильцы двухэтажного дома. Еще одна из проблем – кривые полы в квартирах и замерзание водопроводных труб зимой. Жильцы уверены, их дом имеет высокую степень износа и требует, если не расселения, то уж точно капитального ремонта. Впрочем, специалист управления городского хозяйства вынес свой вердикт. «Сталбы все поражены, но они обладают несущей способностью. А здесь переливы есть, нет? Есть переливы, да. Потому что воняют во все, которые подъездят. Вот эти два септика переливаются. Вот этот и вот этот, да? Да, ну больше всего. Эту тоже переливаются, а последний, последний, незаметно было, там песка больше, может там под землей». В результате обследования деревянного дома специалист резюмировал. Износ дома составляет чуть более 40%. В соответствии с региональной программой по капитальному ремонту, ближайший ремонт в доме запланирован на 2020-2022 года. Впрочем, дальнейшую судьбу строения будет решать комиссия. Добавлю, что обследование домов проводится открыто с привлечением жильцов. Пожаром в многоквартирном доме завершился вечер вторника. В одной из квартир дома по улице Волочейского, 14 из окон пошел дым. На место происшествия выехали пожарные расчеты, окружные спасатели и бригады скорой помощи. Они увезли в больницу пострадавшего, мужчину 1959 года рождения. Звонок о возгорании поступил в диспетчерскую службу в 17.39. Через минуту спасатели и пожарные прибыли на место происшествия. Всего было задействовано 13 человек и 5 единиц техники. Пожар в квартире на третьем этаже удалось локализовать меньше, чем за 15 минут. В результате пожара пострадал мужчина. Из горящей квартиры его эвакуировали спасатели. Он получил ожоги первой и второй степени и был доставлен в хирургическое отделение Ненецкой окружной больницы. По словам главного врача учреждения Андрея Дедова, состояние пациента стабильное. У него есть ожоги поверхностные, состояние не тяжелое, стабильное, находится в хирургическом отделении. На месте возгорания работают пожарные инспекторы. Причины пожара выясняются. Создают историю вместе. В школе номер 5 распахнул свои двери школьный музей. Теперь подрастающее поколение сможет узнать больше не только о родном учреждении, но и заглянуть в историю. Такую возможность ученикам и гостям школы подарила компания «Лукойл». В прошлом году она поддержала проект педагогов по созданию школьного музея в рамках конкурса социальных и культурных проектов. Одними из первых в сокровищницу истории посетила наша съемочная группа. Хранительница истории Нелли Насонова показывает экспонаты школьного музея. Кроме раритетного буфета, почетное место в экспозиции «Русская изба» занимает прялка, возраст которой насчитывается более 150 лет. А также деревянные грабилки для сбора ягод, хозяин стола самовар и даже первый деревенский утюг. Вот это интересная вещь детям всегда интересна. Рубель. Это гладили белье. Такому количеству старинных предметов домашнего быта мог бы позавидовать любой музей. Но раньше возможности показать их школьникам у педагогов просто не было. Проблема была в чем? Нет помещения и некуда ставить экспонаты. Но в это время Лукоэл объявил конкурс, школьный музей, конкурс грантов. И мы решили, что почему бы и не попробовать. Вышли на этот грант. Наверное, мало кто верил, что мы победим, но мы победили. На средства выигранного гранта авторы проекта приобрели стеллажи, шкафы и витрины, оформили интерьер музея. А более чем 80 экспонатов наконец обрели свой дом. И теперь две экспозиции музея «Русская изба» и «История школы» – особая гордость школьников и учителей. Школьный музей – это целое путешествие во времени. Здесь можно почувствовать себя учеником 60-х годов. Вот сезон парту с характерной открывающейся крышкой и даже написать чернилами. Деревянная парта, старые прописи и школьные дневники – это экспонаты еще одной экспозиции «История школы». Она дает возможность заглянуть в советское время и увидеть главные символы пионерской организации – красный галстук, пилотку, значки, барабан и другие атрибуты. Почетное место в экспозиции занимают классные фотоальбомы. Каждый класс при выходе из школы сдает альбом. И вот много-много альбомов накопилось. И они приходят, когда юбилей школы у нас, приходят выпускники, смотрят, им интересно. Они пытаются каждый найти себя, свой альбом. Сейчас музей пользуется огромной популярностью не только у выпускников, но и у нынешних учеников. Совсем скоро на его базе откроется кружок «Музейное дело», где дети смогут не только изучать историю родного края, но и заниматься исследовательской и поисковой деятельностью. По словам учителей, ребят, желающих вступить в ряды хранителей истории, очень много. Ничуть не меньше смелых и креативных идей, воплотить в реальность, которая стала возможным благодаря ежегодному конкурсу социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте. Его адрес в интернете – www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...